Божьи слова на каждый день Когда гремит салют Царства, а в это же время гремят семь громов, этот звук сотрясает небеса и землю, содрогается небесная твердь, и дрожат струны души каждого человека. Торжественно звучит гимн Царства среди народа Большого Красного Дракона, доказывая, что я сокрушил страну Большого Красного Дракона, а затем утвердил свое Царство. Еще более важно то, что мое Царство утверждено на земле. В данный момент я начинаю посылать своих ангелов в каждую страну мира, чтобы они могли пасти моих сынов, мой народ. Это делается также и для удовлетворения потребностей следующего шага моей работы. Но я лично иду в то место, где, свернувшись кольцами, лежит Большой Красный Дракон, чтобы выйти на битву с ним. И когда все человечество придет к познанию меня изнутри плоти и сможет увидеть мои дела изнутри плоти, тогда логово Большого Красного Дракона обратится в прах и исчезнет без следа. Поскольку вы, будучи народом моего Царства, пропитанные отвращением к Большому Красному Дракону, вы должны угодить моему сердцу своими действиями и таким образом принести посрамление Дракону. Вы действительно считаете Большого Красного Дракона ненавистным? Вы действительно считаете, что он враг Царя Царства? Вы действительно верите в то, что можете нести чудесное свидетельство обо мне? Действительно ли у вас есть вера, чтобы поразить Большого Красного Дракона? Вот о чем я спрашиваю вас. Все, что мне нужно, это чтобы вы смогли продвинуться до самого этого шага. Сможете ли вы это выполнить? Есть ли у вас вера в то, что вы можете этого добиться? Что способен сделать человек? Не лучше ли мне сделать это самому? Почему я говорю, что лично схожу в то место, где можно присоединиться к битве? Желаю я от вас веры, но не дел. Люди не способны принимать мои слова прямо. Они лишь поглядывают со стороны. И добивались ли они таким путем цели? Таким ли путем пришли вы к познанию меня? По правде говоря, из всех людей на земле ни один не способен смотреть мне прямо в лицо. Ни один не способен воспринять чистый и незамутненный смысл моих слов. И поэтому на земле я запустил в действие беспрецедентный рабочий проект, чтобы достигнуть моей цели и утвердить свой истинный образ в сердцах людей, положив таким образом конец периоду, когда представления людей обладают властью над ними. Сегодня я не только схожу на народ Большого Красного Дракона, но я также обращаю свой лик ко всей Вселенной, чтобы сотрясти всю небесную твердь. Есть ли хотя бы одно место, которое не подвержено моему суду? Есть ли хоть одно место, которое существует вне достижения кары моего бича? Я, повсюду, куда бы я ни пошел, я разбросал семена всевозможных бедствий. Это один из методов моей работы. И это, без сомнения, акт спасения для человека. И то, что я даю ему, это также и одно из проявлений любви. Я желаю, чтобы еще большее число людей пришло к познанию меня, могло видеть меня, и через это пришло бы к благоговению перед Богом, которого они столь много лет не видели, но который сегодня реален. По какой причине я сотворил мир? По какой причине, когда человечество развратилось, я не уничтожил его до основания? По какой причине весь род человеческий живет под моей карой? По какой причине я облегся в плоть? Когда я выполняю свою работу, люди познают вкус не только горечи, но и сладости. Из всех людей на земле, кто живет не под моей благодатью? Разве я не одарил людей материальными благословениями, чтобы они могли наслаждаться достатком в этом мире? «Несомненно, то, что я позволил вам занять место моего народа, это не единственное благословение, не правда ли? Предположим, что вы были бы не моим народом, но мнимыми служителями. Разве не жили бы вы под моим благословением? Ни один среди вас не способен постигнуть место, откуда исходят мои слова. Человечество далеко от того, чтобы дорожить теми именами, которые я даровал вам. Поэтому многие из вас, заслышав титул «мнимые служители», вынашивают недовольство в своем сердце. И столь многие взращивают любовь в своих сердцах, услышав титул «мой народ». Не пытайтесь одурачить меня. Мои глаза видят все и проникают во все. Кто из вас принимает с готовностью? Кто из вас отвечает полным послушанием? Если бы не прозвучал салют Царства, разве смогли бы вы быть воистину послушными до конца? То, что способен сделать и подумать человек, и насколько далеко он способен пойти, все это я предопределил очень давно. Субтитры создавал DimaTorzok